Так, три минуты прошло. Значит, первый раз мы посадили под стеклом. Подопнул меня садовод по фамилии Шаламай. Он живет на Сахалине и он клянется, что из моих веточек хасанского абрикоса. Самые крупные у нас были, дай бог, есть и 40-50 грамм. Он их привел. Я даже по памяти говорю, фильм снимал, кальция на войлочную вишню и получил 200. Нет, там было даже больше 200 грамм. Этого не может быть никогда. Я переспрашивал, может быть это ошибка, может не мои. Нет. Тогда я придумал, не то, что придумал, а продолжил ту же самую линию. Лучшие условия раскрывается лучшее качество плодов. Ну а теперь так, Сергей Валерьевич. То, что было до тебя. Посадка я сделал весной. А высота после обрезки однолетних саженцев. Где-то до попа, даже меньше. Вот такие они были. Но это крайне собственные, кстати. Да, это сенцы. В осени они стали вот такими. Я замучился поливать, сам поливал и просил кого-то. Наконец пришла зима. Вот это все под этим пластиком. Я сейчас объясню, почему я показываю. Значит, у меня начали тут уже спрашивать совета, фотографию видели. А это черт его знает. Самого под нулевой никогда не садил. Одно знаю. Вот тут должны быть сразу болезни, 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 болезни. Все это должно уже жрать грибы, жрать, жрать. Якобы они виноваты. Ну и затклый воздух, ограниченное пространство. Все это должно. Почему? Ну дверь всегда открыто. Ну полтора десятка этих. Хорчик были открыты. Но с неба не капало. Поливали водой. Той самой, кстати, водой, которая это очень жесткая, очень насыщенная солями, минералами. И, наконец, пришла зима. Хорты не опали. Последний раз полил. Потом это попросил. 200 рублей. И все это было засыпано песком. Зачем? Ой, песком. С снегом. Зачем? Сам не знаю. То есть, знаю. То есть, я просто создал условия, как с той стороны. Что дальше? Не знаю. Вот. Теперь все говорилось. Как сохранить всю зиму? Как сделать, чтобы они не проснулись и не замерзли? Зимой бывают отепели. Это те отепели, которые проклинают южане. Потому что у них проснется, замерзли. Мы регулируем, то есть, открытием форточек, дверей и так далее. То есть, сейчас у нас закрыты, по-моему, по 30 морозы стоят. А главный вопрос. Укрупнятся или нет? Что это случится? Я думаю, да. Ну, посмотрим, так скажем. Время покажем. Я говорю, не так хочется узнать. Тут есть светочные почки. Да, кстати, парочка привитых здесь. Просто снаружи не было уже места. Я их все заткнул на время. Хотел выкопать, пересадить уже осенью. Подкрылся лопатой. Маленькие такие, метровые, а все в цветах. А есть еще и абрикосовые. То есть, пара абрикосов привитых. Пара не привитых. А если еще и абрикосов увидится? А тут есть непривитые мажорцы. А если он станет 50-100 граммов? Я после что ломаю, я уже не знаю, что и думать. Ну, знаешь, с какой я живу надежда. Все, отменил собственную похорону. Все, я шутя говорю. Так, вот теперь ты, Меркались. Почему вот этот самосев под Манжурским огромным абрикосом до сих пор тут торчит? Самые ценные абрикосы на планете? Ну, я оставил с тем, что можно так в таком виде порастить несколько лет. То есть, они не перерастут, они слишком мусорно снились. То есть, там была какая-то грядочка. То есть, злее тень. То есть, потому что абрикос в Манжурске очень большой. Раскид с самыми укронов достаточно. То есть, там день, наверное, весь день. То есть, солнцеза в принципе нету. То есть, чтобы они не перерастли, я оставил их прямо на месте. То есть, честно говоря, немножко уже даже забыл про них. А если бы пару лет назад больше было бы. Согласен? Ну да, да. Кстати, весьма приличная. Весьма. Так. Ну и, наверное, на сегодня мы договорились все. То есть, мы обсудили. Тут еще на целый вебинар. Мы, может, не последний день живем. Вот. Поэтому, с этого момента, ну я так скажу. Это он у них, мой друг, наш друг уничтожает ту самую вот эту вот сливу. Это, когда врач я это снимал. Это лучше в мире подводить для всех слив и персиков. Вот, кстати. Самосев. То есть, не самосев. Нормально все. Ну, время пришло. Пришлось играть. На 35-ом году жизни этого дерева. Имеет. Не успел исправить. И полностью уничтожено. Но это горькая правда. Я хотел с тобой поднять эту тему. Ты сказал, не будем. Про то, что в Сибири для нас земли нет. Все. Ладно. Заканчиваем. Вот. По машине дейду с серверной рукой. Так. У тебя еще есть время? А то ты с малышней. Сейчас пойдут вопросы. Есть несколько минут. Давайте, там, вкратце. Сколько? Если что, то я потом отвечу. Давайте вместе уже. Ну, начнем вместе. Так. Антон Валерьевич, просьба сейчас. Здесь вместе. ПЕС ПРСК. ПЕС ПРСК. Продолжение следует...